Меня однажды великий один человек разыграл, но в мою пользу. Знаете, это было удивительно по посылке. Кто же это был? Это был великий режиссер Всеволод Эмильевич Мерхольд. Так случилось, что я очень много бывал в их доме. Я дружил с его пасынком Костей Есениным с самой юности. Мы жили в Темирязевке. Мерхольда жили в Брюсском переулке, ныне улица Нежданова. Вот чуть ниже Моссовета. И мне оттуда ехать к ним было часа полтора на трамвае. И я маму предупреждал, если меня в полдесятом нет дома вечера, значит я ночью у них. Они были очень хлебосольные, очень широкие люди. Однажды ранним апрельским утром я выехал к ним, к Мерхольдам, еще в шубе с меховым воротником. А когда через полтора часа приехал на Страстную, на Пушкинскую площадь, и вышел из трамвая, было 18 градусов жары. Я был нелеп в этой шубе, люди уже в пиджаках, те, которые в центре живут. Я стал играть такого колхозника, который первый раз на улице, на Тверской, на улице Горького. И читал вывески, читаю, дошел до Столешникова, вижу актуальную для меня вывеску. Написано, скупка вещей у населения. Я с этой шубой, из большого солнца в темную дыру такую, спотыкаясь, иду к лампочке. Нету человека, который должен меня освободить с моей дурацкой шубой. Но освоившись в смысле света, я вдруг вижу в двух шагах от меня поразительной, небывалой красоты взрослую даму. Большую. Ну, мне около 17, а ей, я не знаю, 28-30. Ну, совсем большая. Большая. Мать, я, видимо, обомлел. Она, полагаю, понимала, какой эффект она производит, и нарочно, чтобы сбить пафос моего изумления, говорит так грубовато, черт-то его знает, куда он девался. Минут 10 торчу. Вы что здесь хотите продать? Я говорю, шубу. Какую же вот эту? Да вы что, с ума сошли? Не смейте этого делать. Я вам просто не позволяю. Ну, как тетенька, говорит, с мальчиком. Мать, я говорю, смотрите, что там творится. Это ничего не значит. Я вот сегодня с 8 утра до полной 11-го была на улице лютая холодрыга, знаете, закоченела. Зачем это вы, спрашиваю я, такую рань стояли на морозе так долго. Я стоял в очереди в кассу театра Мирхольда в надежде купить билет на сегодняшний 400-й спектакль «Леск». Но мне билета не досталось. Только она сказала, во мне что-то перевернулось. Я стал нагло, как-то развязанно. Какой-то, знаете, опереточный, я в жизни бы опереточный не был. Врать. Ну, я говорил, граф Люксембургский, знаете, мне ничего не стоит, мадам. Нет, нет, не ха-ха. Они предупреждали, что продается всего полтораста билетов. Остальные распространяются в качестве приглашений среди художественных знатей Москвы. Я говорю, ха-ха. Тем более, я говорю, я тоже художественный. Знаете, что я нес Володе, я вам пересказать не могу, но остановиться не могу. Я назначаю свидание за полчаса до начала спектакля. Можете представить, в театре Мирхольда, это где сейчас театр Ермолова, чуть ниже телеграфа. Я пересекаю Тверскую, вхожу в Брюске, вхожу в третий этаж. Как сам нам было, звоню, открывает Мирхольд. И я сразу ему все выложил. Выложил все на чистоту. Я говорю, все у мужчины, да, такая красивая, что я как-то не пообещать, не наврать не могу. Он говорит, это очень интересно. Заходите. Берем блокнот, пишет, товарищ у локтя, у локтя, у администратора такой злобный, черт с чем. Выдайте, пожалуйста, подателю всей записки два места поближе к сцене. Два раза подчеркнул. На сегодняшний спектакль лес. Дата в Смирхольд. Я бегу с этой бумажкой чуть ниже, в театр. В администраторской столпотворении этот бедный локтев зарылся в конвертах, бумажках, телефонах. Какие люди стоят. Алексей Толстой. Граф, понимаете, и я с этой бумажкой. Он дает мне два места в тридцатом ряду. Двадцать девятый, это кошмарные, бросовые места. Боже мой, как я тут царицу поведу в тридцать после моих ха-ха. Я говорю, тут написано. В общем, опять я говорю, приходи в честь седьмого, если что-то останется, я тебя отдам. Я уж никуда не ушел. В честь седьмого он дает мне конверт. Володя, я помню имя, обозначенное на этом конверте. Был популярнейший московский поэт. Ну, популярность силы Евтушенко. Понимаете? Чек Алталзен. Алталзен. Что осталось от популярности ничего. Места были просто потрясающие. Седьмой ряд, тринадцатый, четырнадцатый. Приходит моя Елена Санна, ее звали Елена Санна. Я ее едва узнал. Ну, ну, что-то такое сделал. Люди оборачиваются. Шубка какая-то. Я принимаю шубку. Она называется в черном бархате до полу. Декольте. Здесь что-то сверкает. Я снимаю свою шубу, Володя. Я остаюсь в курточке, перелицовной, с пиджаками до старшего. Вы никогда не ходили в перелицовом? Я как-то в карман с этой стороны. Вообще застегиваются. Бог знает. Мы все ходили в перелицовом, совершенно не стеснялись. Но рядом с этой царственной, державной красотой я, конечно, как всегда, ряд не осмотрелся. Я даже старался показать, что мы, так сказать, из разных профсоюзов. Вошли в скучное, длинное фойе театра Мерхольда. Справа был вход за кулисы, а по диагонали был вход в кабинет Мерхольда. Потом только такой шумок. Мерхольд, Мерхольд, Мерхольд. И все обернулись туда. И оттуда из-за кулис вышел. Выстрелила такая серая торпеда в сером костюме. Элегантный бант. Серый клок волос, голова впереди, узкий профиль. Прошу простить, он оттуда продирался сквозь толпу к себе в кабинет. И вдруг увидел меня. Боже мой, вы пришли! Слушай, никаким образом меня жаловат вас такого. Велиходушие, мой дорогой. Вы знаете, что такое стоп-кадр, да? Вы знаете, товарищ, что такое стоп-кадр? Когда вот все, останавливайтесь с конфетиной, с бутербродом, с яблоком. Все остановились. Мне в вас нужда, дорогой. Я ударил по микрофону. Мне в вас нужда, мне в вас нужда, как никогда, как сказал поэт. Вы знаете, три дня звоню к вам, с утра до ночи, но к вам дозвонить, все совершенно никаких возможностей не представляется. Тут он был совершенно честен, но у нас не было телефона. Я не отойду от вас, пока не зарушусь вашим согласием, что завтра вы ко мне позвоните сами. В любой дом, я все понимаю, в любой удобный вам час. Я буду стоять у тебя телефона весь день. Отлучусь, поставлюсь Николай, ничего страшного. Завтра не сможете, после я тоже буду, я не отойду. Я говорю, непременно вам позвоню. Я ловлю на слове, боже мой, что он творил. Благодарю вас, спасибо, до свидания. И ваша спутница была сражена совершенно. Я познакомился, я познакомился, сел там вверху. Думаю, посмотрел. Да просто спросить, товарищи, вы представляете, нормальным людям свойственно смотреть на чудо, на гения в упор. Все на меня так смотрели. А гению как раз свойственно, в свою очередь, этого не замечать, а чуть выше толпы, так рассеянно смотреть по странам. Что я и делал. Елена Лисанна не понимает, с кем она связалась. Кто этот юный гений в курточке перелицованной, в котором остро нуждается великий мастер. Курточка, кстати, я уже нес ее как горностаевую мантию. Потому что у гений бывает три чума. Толстой любил толстовку, а я эту курточку. Сравнение только на этом уровне. Лев Николаевич и Зинаёв Фимович. Никаких, так сказать, между нами. Открыли дверь в кресло, туда мы идем. Седьмой ряд, конечно. Все смотрят только на меня. Я центр внимания огромной аудитории. Из 400, 200 раз этот спектакль любили. Я помнил всю пьесу Островского, «Лес». До сих пор, вероятно, много. Помню мизоццены, решения всех. Да все, я там помнил. Публик в каком-то месте хохочет. Я спокоен. А в одном тихом совсем месте я один. Ха-ха-ха. Все за мной. Ха-ха-ха. Это вот так. В общем, вы знаете, был звездный вечер. Прекрасный. Замечательный конец. Слушайте. Денья через два мы сидим с Костей в его комнате. Дверь открыта в коридор. Проходит, переходит. А, вот здесь. Ловко я вас вам подыграл, спрошу. Подыграл. Я говорю, каким образом, Силыч, ну расскажите, каким образом пришло это в голову? Вы ведь не знали, что вы меня встретите. Ну, пришло и пришло. Вы знаете, она действительно красивая дама. Удивительно. Она напоминает мне эту артистку Самари из Ренуара. Она красивая дама. Но я все же очень, очень интересный режиссер. Ха-ха. Прелестная история, Зинович. Спасибо большое. Вот это розыгры. Спасибо. В мою пользу. Спасибо. Зиновий Ефимович, а каким вы представляете себе юмор будущего? В общем, честно сказать, хотел бы, чтобы было поменьше остриков и побольше наивных, и доверчивых, и простодушных людей.